так всем привет сейчас вам покажу место где живу в краснодарском крае я уже показывал наш хутор три года назад сейчас ссылочку на это видео оставлю посмотреть какие произошли изменения у нас хуторе а и вообще в хозяйстве своем может кому-то будет интересно узнать про новое место в краснодарском крае я считаю что очень хороший у нас поселок поселение и если кто-то думает переехать может быть краснодарский край можно рассмотреть как один из вариантов вот именно наши наш район что поехали в общем живу я тут практически в центре поселка вот андыка там вот стадион сейчас покажу сейчас будем ехать и буду вам показывать поселок у нас хутор виднее у нас называется север кубанский этот близкий район но он как бы у нас состоит поселение в трех хутору которые не имеют границы это сейчас парк я за это покажу тут у нас хозяйство большое сельхоз предприятие а это уже хутор севченко ведь сейчас выезжали с хутора северокубанского и хутор севченко стадион у нас видите второй там еще один хозяйстве есть тут почта ремонт там сейчас идет в общем по всем улицам практически сделано у нас пешеходные дорожки вот и с той стороны дорожки с этой стороны пешеходные дорожки асфальт он там нового положения от перекрестка население по-моему там на какой-то год 2010 что ли последний когда там перепись была что-то около там нашего хутора около там 2000 человек вот шевченко мы сейчас едем и сейчас сразу же будет начинаться село вановское то есть вановская шевченко и северокубанский но это как бы как одна территория которая не имеет там таких границ каких-то там между населенными пунктами центральная дорога это мы едем по шевченко тут вот это большие хозяйства у нас за у шевченко там вот цех слева сейчас проехали кондитерский цех конфеты там что такое делают сладости вот такая широкая улица хорошие видеть подъезды то есть возле дома ну гляньте как красиво вот так делают но подъезды для машин то есть можно подъехать как у меня возле дома там четыре машины поставить что у меня как раз сейчас на четыре машина дача в ремонте коробка сломалась вот а тут тут уже начинается вановская вот шевченко заканчивается магнит у нас магазин вот тут школа справа алиса учится у меня вот это уже вановская видите новая дорога практически сделали вот и в этом году вот она школа памятник здесь там садик вот это недостройка какой-то я не знаю магазин наверно кто-то начал строить уже много нету недостроены вот главная дорога пошла направо мы поедем сейчас покажу вам наше но тут как типа центр не центрная на поселение там администрация находится почта церковь магазин несколько магазинчиков а вот тут кстати у нас вановская поликлиника но только поликлиника тут и стационар есть и тут как-то подержал больницы две недели дорога видите везде классная вот везде пешеходные эти дорожки сделаны асфальтированы тут вот садик алиса у меня ходила там начальная ночами на младшей группе тут вот сейчас слева будет церковь у нас хорошая такая подсадик стать вот тут у нас типа рыночка такой знаете центр как обычно церковь у нас нет какая красивая тут рыночек магазин тут приезжают там торгуют чем-то овощами вещами по каким-то дням я не знаю даже магазинчик еще один но тут училище пт у учат там сварщиков поваров на такие специальности поняли строителей администрация поселения он главная дорога пошла направо тут раньше был какой-то завод сейчас просто заброшенная территория тут банкомат почта это гостиница футболисты у нас жили была своя футбольная команда пара лет назад в хозяйстве занимали призовые места в крае хорошо играли потом что-то распустили ну все вот тут светофор у нас за светофором если прямо там не три по моему километра на станице бельгийской района центр ну а мы поедем сейчас на светофоре направо в сторону дома по всему хутору интернет есть ростелеком оптоволокно они протянули вот они железные столбы видите освещение кстати по всему хутору светло ночью включается машины делаем сломается старенькие освещение это не павловни это катальпа или как-то называется но у меня на что-то не нравится вот есть каталька прививку делают ствол а вверху там такое пышная корона получается это как-то мне не очень лучше такой павловнию посадили да сейчас покажу парке павловнию свою там сажали мою павловнию парке растет не так конечно как у меня дома 6 метров уже сейчас покажу ну вот мы круг сделали возвращаемся опять мимо школа мимо магнита тут можно ехали и сейчас до парка давайте доедем я вам покажу как у нас интересно так ну вот стадион опять проезжаем и поворачиваем на право кстати видите табличка начала хутора северокуманского я живу так тут д.к. много секций разных там хороший зал новые все кресло все все прям капитально отделано хорошо тут я каждый вечер я выхожу гулять и гуляю там не менее 10 тысяч шагов по парку прогуливаясь но для для здоровья все это дело я там уже снимал видео по поводу своего мнения о том что надо двигаться еще классно парк знаете какой большой вот один круг туда вот по деревьям идет дорожка я где-то уже в 500 где-то шагов у меня выходит плюс там еще я там отжимания делаю хорошо сейчас покажу пойдем павловню вот так сторона вся высажена павловня ну там где-то больше где-то меньше деревья сейчас видите детская площадка сад памяти у нас высажен не была международная акция высажена в год 70-летие победа каждое дерево символ памяти благодарности мирного поколения и вот они павловни растут конечно формировкой тут никто их не занимается павловни растут сами по себе конечно надо это все формировать чтоб был там высокий ровно ствол тут конечно этим никто не занимается но ничего принципе можно это все исправить вот эти побеги боковые убрать потом будет прямо ровно ствола вверху сформировать купол он они кстати мои теплицы 1 2 3 4 5 6 гулять по нашему парку это одно удовольствие дорожки чистенько и зелено сейчас пойдем покажу что там какие на хозяйстве изменения вот видно там ведь еще у нас один стадион в хозяйстве раньше там ходил гулял детская площадка тоже есть но потом когда парк открыли вот видите парк называется 7 лет победы туда уже не пускают в общем вот тут живу но кроме дома еще есть так называемая дача у меня где у меня тоже находится там части блиц вот она дача а купил просто хатку за 300000 вот видите у меня едут люди видят павловни я уже таблички поставил ведь у меня какая павловни уже вымахала 6 метров тут у меня небольшой участок земли поподробнее покажу всю землю используем зайти как супермаркетах там аренда земли там в каком-нибудь там торговом центре да стоит там 27 там 30 тысяч за квадратный метр соответственно каждый квадратный метр должен арендодателю до приносить доход также здесь каждый кусочек земли должен рационально использоваться вот тут у меня один год вернее два года у меня был маточник павловни мы тут сажали там по 100 деревьев примерно и зимой их выкапывали продавали сейчас я тут посадил жимолость посадил три или четыре сорта жимолости но что-то она у меня никак не хочет пока расти но ничего я думаю жимолости справимся там ежевика тут малина чуть-чуть тут новые сорта малины несколько кустиков посадили тут у нас подготовили площадку под топлива пилета а тут мы поставили теплица у нас первая теплица вот та была 42 на 10 метров потом еще одну поставили 42 на 10 они в конце у нас три балагана стоит 21 20 метров вы тут поставили 100 метров вы даже больше 110 метров теплица и планировали тут ежевику выращивать но сейчас пока что тут кассетная рассада у нас стоит ждет своих покупателей может быть что-то сейчас продадим что-то на весну у нас заморозим оставим в общем тут у нас пока кассетная рассада длина теплица кстати обзор может на нее сделать я на нее не делал 12 110 а ширина 420 потому что вот она у меня укрывочный материал этот 420 хотели шире ее сделать хотя бы метров пять но оказалось что вот тут вот вот до этого места там асфальтная дорога сантиметров 20 землей присыпанная там асфальтами не смогли даже в нее забуриться вот тут где-то мы начинали а вот тут по начинали говорится вот эти хотели тут и оставить нифига не получилось пришлось отойти в сторону где заканчивается это бетонная дорога не только там ставить так ну вот эти большие теплицы я обзора делал тут у меня в одной закрепки укореняем к сетке во второй теплицы у меня этот самый ежевика сейчас этим покажу какой прирост она у меня с июня удала практически там 85 на процентов под 90 процентов у меня уже шпанеры заполнена полностью и я думаю что весной должны получить тут проход у меня сделан в теплице ведь бетон сделаны потому что тут у нас будет топливо стоять и чтоб удобно было таскать в ту тут психи бы у меня психи бы у меня кстати два рудка хорошо себя показала крупная ягода просто покупатели шоке от размера ягода вот видите ежевика вот она уже практически сплошная стена у нас из побегов образовалась также здесь три ванер ну и там black джем я думаю весной они нам насыпят нормально урожай по густоте кто-то мне говорил что густо будет нифига не густо нормальная ширина удобно работать даже если латералы вот сюда уйдут у нас 25 сантиметров и сюда 25 то проход будет вполне 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 нормальный тут по краю посадили на уклеску укореним альбиончика чуть-чуть виноград тут видите в теплице тоже нравится мне виноград как-то так печку я вам показывал зимой сейчас трубу немножко поменяли у меня труба была на том углу тот тот правый угол дальней теплицы там был дымоход сейчас на дымоход изменили и поставили его вот здесь вот он забетонировали и поставили приварили его к стойке я думаю нормально будет стоять так тут рядышком у нас тоже земля с теплицами тут у нас малина овация моровила там таруса которую будем сейчас выкапывать и там уже есть клиенты готовые на уклеску там маточник еще дальше вон они кстати тоже мои теплицы отсюда видно тоже да это дома у меня так уже сказал земли используем по максимуму поэтому поставили теплички тут у нас закрески вот стоят тут закрески тоже просто что-то продаем что-то подсаживаем сейчас вот взяли подсадили кассетку в кассетке сейчас она хорошо нарастет и будет шикарная закреска тут кассетная рассада ленте цветет вся это мурана по-моему ли кабрила вся в цветочках бы не надо еще цветы обрезать сейчас придется потому что не обрезать цветы то ягода потом начнет спеть нить с этим тоже надо следить так ну тут голубика я уже показывал хорошенькие саженцы мне прям они очень нравятся тоже продаем их так дальше это малина я показал на малине используемые шпалеры различные но вот эти мне больше всего гефестовские понравились в принципе очень удобно так полив полив очень важно всегда перед тем как заниматься чем-то выращиванием всегда смотрите воду чтобы вода была не засоленная у меня у тисея где-то 600 700 то есть нормально можно ей поливать все для удобства у меня на каждое допустим на каждый участок у меня отдельных краник муравила 1 муравила 2 карака там военные но и все остальное мурана вот там была подключена то есть на каждую участок у меня отдельно полив полив я осуществляю через fogger самое удобное никаких шлангов никаких никакой беготни там с этими шлангами включил 10-15 минут полил в день и все зелененькое все хорошенько обязательно прав обработки конечно надо делать чтобы листику такой вот был зелененький без пятнышек без там вредители супер не кушали никакие но это вы все знаете и без меня на тут такое ящики там всякое ненужное хлам тут забетонировали площадку большую во дворе ну я думаю дальнейшем мы ее конечно как-то используем но пока что складываем тут ящики потому что ящиков нужно очень-очень много ящики для ягоды ящики для стаканчиков ящики вот такие использую для отправки кассет они расходятся вот я беру там 500 штук расходится очень быстро там за месяц за два уже надо новую партию заказывать а у меня кстати знакомых продает ну такой примерно участок вот как у меня там малина у него там дом по моему ну как бы если хотите могу поехать к нему сделать обзор а то мне предлагают никому не надо или серебра хрена кому надо ну это надо видео снять его или показать может люди заинтересуются и приедут к нам на кубань жить и заниматься чем-то для души так а вот тут большую теплица я вам сейчас покажу как я решил проблему утепления то есть можно конечно было изначально поставить там две пленки турбонадув но это дорого и мне что-то не хотелось с этим турбонадувом связываться поэтому что мы сделали от солнца отойду вот так вот вот он у нас центральная перекладина мы к ней прикрутили вот куда профиль цеплять профиль зигзаг и поставили на каждую стойку вот такую вот дугу увидите и вот она у меня пленка лежит то есть я на зиму просто туда кидаю а как становятся заморозки я ее поднимаю вот эта пленка поднимается и пристегивается вот к этой ну к этой перем перекладине и температура в 7 градусов я знаю что если на улице будет минус 7 ночью то у меня в теплице будет 0 то есть до минус 5 градусов я могу спечку даже не топить и спокойно и спокойно под одну под двумя пленками тут ничего не замерзнет ну а если конечно более ниже минус там пяти градусов то конечно надо печку топлю печка у меня увидели какая рукава у меня идут четыре рукава по теплице топим мы пилетами топим мы пилетами топим мы значит пилетами сейчас покажу это у меня ящики стоят тут маточный корень мы закладываем берем отсюда саженцы а пилеты вот обычная вот у нас подача стоит автоматика там через сколько подавать вот сюда дым выходит а сюда выходит горячий воздух который проходит через камеру сгорания и выдувает потом вот видите у меня 1 2 он там 3 и на том краю 4 то есть тут если выдувается у меня допустим 90 градусов температура доходит тепло по вот этим рукавам до конца теплицы и в конце теплицы где-то выдувает там 30 35 градусов вот такой рукав полеет вселенного вот по нему идет тепло принципе очень удобно мне кажется равномерное распределение тепла по теплице и все нормально так тут у нас инжир блядя его уже в этом году если честно его просто объелся просто объелся он крупный сладкий просто не долг вот этим саженцем горшочком представляете два года там уже ствол рука не обхватит так это вот у нас зачеренкованная туя надеюсь что она у нас укорениться ради эксперимента поставили почему так показал вам по мелочи оказалось интересно кому домовладение у нас куторе там от серого продает то пишите напишите съезде к нему сниму обзор посмотрите цена адекватная что-то не хочет этим заниматься некогда ему там другая работа поэтому человек продает все всем спасибо за просмотр всем пока